В этот раз нам предстоит повторить кольцо ювелирного итальянского бренда. Сырьем для изделия послужат золотые опилки и старые изделия клиентки. На примере образца вы видели, что украшение это сборка нескольких плоских шинок, а значит мы должны прогнать слиток до тонкого проката, из которого и выпилим составные части изделия. Затем, прихватив пластины клеем, засверливаемся, чтобы склепать основание кольца с целью придать форму каждой шинке и избежать перекосов. Воздушное расстояние меж пластин связывают камни. Кастики для мелких камней можно формировать из стянутой золотой трубочки. Но в отличие от первоисточников, кроме бриллиантов, наше изделие будет дополнено сапфирами. Конечный результат и подробный ход работы в полнометражном ролике на моем основном канале.